Святой Пророк Всякий, кто умирает без присяги правителю, умер смертью времен невежества. Тот, кто отошел на пять от своего правителя, умер смертью времен невежества. Эти хадисы проходят в разных формах в таких авторитетных суннитских источниках, как Сахих Бухари, Сахих Муслим, Аль-Муджамаль Кабир, Табарани, Сунан Байхаки, Муснат Ахмад Ибн Хамбаль, Мустадрак Хаким. Аль-Ихсан Фитакриб Сахих Ибн Хибан, Муснат Абу Яла, Муснат Абу Дауд. Пророк сказал, Али-Халиф после меня. В чем проблема, если он будет признан первым или четвертым халифом? В чем проблема, если он первый или четвертый из халифов? Ответ в том, что это очень большая проблема. Это очень большая проблема. В противном случае, если бы проблема не была такой большой, основной и опасной, мы бы не обсуждали ее на протяжении 1420 или 1430 лет. Многие темы, появившиеся на протяжении всей истории ислама, больше не обсуждаются. Но данная тема осталась и обсуждается по сей день. Почему же эта тема до сих пор активно обсуждается? Все потому, что она является одним из наиболее важных аспектов религии. Я упомяну лишь один пример. Обратите пристальное внимание, мои дорогие, это очень важный вопрос. Если будет доказано, что Али был имамом и халифом после пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то все, кто пришел после смерти пророка и не присягнул ему на верность, каково его положение? Всякий, кто умирает, не присягнув на верность своему имаму. Какому имаму? Истинному имаму. Это повествование признано достоверным всеми мусульманами. Всякий, кто умирает, не присягнув на верность своему имаму, умирает смертью невежества, джахилии. Кто этот имам, которому мы должны присягнуть? Это праведный имам или имам из группы притеснителей? Если человек присягнул на верность Муавии, то в день суда он появится под флагом Муавии, под флагом предательства. Каждый предатель в судный день будет находиться под флагом предательства. Почему? Потому что в суре 17 аяте 71 сказано, в тот день мы созовем всех людей вместе с их имамами. Таким образом, если его имам в этом мире был ложным имамом, если он был продажным, то этот человек в день суда будет вызван под флагом этого имама. Это очень серьезный вопрос. Если доказать, что после пророка да благословит его Аллах и приветствует, имамат принадлежал Алимир ему, то каждый, кто не присягнул ему на верность, умер смертью невежества Джахилии. Звонящий спрашивал, какая разница, был ли Али первым или был он четвертым халифом. Здесь есть разница, мои дорогие. Если он был первым халифом, и каждый, кто предал его, или некоторые, кто предали его, я верю, что не каждый предал его, его предала элита. Например, что вы говорите относительно тех, кто не повиновался Абу-Бакру? Каково их положение? Вы верите, что халифат первого халифа Абу-Бакра — это законный халифат, а тех, кто выступает против него, вы называете отступниками. Почему те, кто не признает права Алимир ему и имамат Али, не рассматриваются как вероотступники? Этот вопрос останется для вашего размышления. Почему вы не называете тех, кто выступал против Алимир ему в верблюжьей битве и в битве с Ифейн, так же, как тех, кто выступал против первого халифа? Получается, вы классифицируете халифов и говорите, у нас есть халиф первого ранга, халиф второго ранга, халиф третьего ранга и халиф четвертого ранга. И Алимир ему — четвертый халиф. Те, кто выступают против халифа первого ранга, являются отступниками. А те, кто выступили против халифа четвертого ранга, Алимир ему, были мучтахидами и всего лишь ошиблись. Почему те, кто выступали против первого халифа, вы не называете так же сделавшими Идждихад и совершившими ошибку? Почему те, кто восстал против третьего халифа, вы не называете так же сделавшими Идждихад и совершившими ошибку? Так почему те, кто выступил против Али, мир ему, не являются отступниками? Потому что тот, кто выступил против Али, мир ему, был Муавия. Он рассматривается как сделавший иджихад и совершивший ошибку. Это точка зрения амиядов, о которой я говорил ранее. Мои дорогие, поразмышляйте над моими словами. Между вами и Богом спросите себя, к какому выводу вы придете? В соответствии с повествованием от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Кто был имамом Фатимы, мир ей, после пророка? Кто был тот, за кем следовала Фатима, мир ей? И если вы скажете, что это был первый халиф, то знайте, что она, мир ей, ушла из жизни, недовольной им и разгневанной на него. Следуя вашим доводам, вы должны считать, что Фатима, мир ей, умерла смертью невежества, Джахилии. Тогда как при этом она может быть госпожой женщин рая? Кто отрицает это, тот обвиняет пророка во лжи, потому что пророк сказал, что Фатима, мир ей, госпожа женщин рая. И если Фатима, мир ей, госпожа женщин рая, то абсолютно точно известно, что она не присягала на верность первому халифу. Тогда вы должны следовать своим доводам, согласно которым Фатима, мир ей, умерла смертью невежества, Джахилии. Разве может, мусульманин или кто-нибудь еще может сказать, что дочь пророка, Захра, умерла смертью невежества? Кто утверждает, что это так, тот оставил религию, потому что она из семейства Ахлибейт пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которое Аллах полностью очистил от греха. И согласно словам ее отца, она госпожа женщин рая. И это одно из важнейших доказательств того, что имамат Али, мир ему, это законный имамат. После смерти пророка, да благословит его Аллах и его семейство. Дорогие братья и сестры, задумайтесь над этим. Повелительница женщин рая никогда не присягала на верность Абу Бакру. На самом деле, она была разгневана на Абу Бакра. Она не простила его и до самой смерти не разговаривала с ним. Дочь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Фатима Захра, мир ей, была похоронена имамом Али, мир ему, без участия Абу Бакра и Умара Ибн Аль-Хаттаба. Этот хадис проходит в авторитетном суннитском источнике Сахих Аль-Бухари. Если Абу Бакр – законный преемник пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то госпожа женщин рая умерла смертью невежества. Конечно же, Абу Бакр не является законным преемником пророка, да благословит его Аллах и его семейство. В противном случае, дочь пророка умерла смертью Джахилии. Выбор за вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...